Горящая трава, нехватка чистого воздуха и сильные порывы ветра, степное Забайкалье заполыхало. Многочисленные опасения о том, что высокая трава станет идеальным горючим, увы, подтвердились. О стихии, которую нельзя укротить, Владимир Лишенко. По автомобильной дороге, словно по театру военных учений, кругом дыма, местами даже языки пламени. Так выглядит сегодня юго-восточная Забайкалье. А степную траву, оставшуюся с осени, здесь сравнивают не иначе, как с порохом. И уж если она оказалась во власти огня, то за считанные минуты площадь такого степного пожара может увеличиться на десятки или даже сотни метров. Так, ну вот сейчас этот участок потушили, не успели потушить. Навоз горящий полетел, перекинулся через асфальт и пошел на совхозные стоянки. Ну и сейчас вот этот участок еще раз потушили, снова воспламенился. Ну не знаю, сейчас поедем в совхозную стоянку отстаивать. Для фермера Дамдина Доржицыренова весна, время, когда перерасход бензина идет на сотни литров. Накануне посевная, а тут еще и за огнем следить приходится. Вот и выезжает на стоянки каждый день. Ну сложность в том, что трава высокая в этом году. И не скажешь, откуда огонь идет, как идет, если все в дыму, а очаг возгорания даже не найдешь. Эти возгорания сегодня тянутся на десятки километров. Они бесконтрольны и их нельзя назвать отжигами. Если это пламя упустить, оно может распространиться дальше, перекинуться через дорогу, а рядом населенный пункт. Счет выгоревшим сельхозугодием уже идет на сотни тысяч гектаров. От огненной стихии пострадали 8 чабанских стоянок. При этом местные чиновники строят стратегические планы по борьбе с огнем. Как и положено, есть несколько линий обороны. Первая это повседневная, и вторая это на всякий пожарный. В случае осложнений всегда надо предусмотреть второй эшелон дополнительных сил и средств. Но то, что гладко написано на бумаге, не работает в реальной жизни. В сельском поселении Степное тушат подручными средствами, потому что спецтехника вышла из строя сразу же после начала противопожарных мероприятий. А ведь это только первый эшелон. Во-первых, ритродуга, которую нам выделили, сразу развалилась. Не знаю, из чего сделана, она полностью у нас на глазах. И все, и мы, получается... А картина получается нерадостная. Противостоять разгулявшиеся стихии люди вынуждены старым дедовским способом. Намоченными тряпками сбивают пламя. Чтобы не допустить огонь на свою стоянку, Дандин Доржицыренов вместе с коллегами пожар тушил всю ночь. Под утро огонь пришел с другой стороны. Владимир Лишенко, Вести, Чита.